Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть покров, И сущим во грабе живут дорогов. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть покров, И сущим во грабе живут дорогов. Христос воскресе из мертвых Смертью смех поправ И сущим в грабе живут дорог Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа Молим Тебя, благослови нас, посети нас Духом Твоим Святым И направь наши мысли, сердца и души к горнему Слово Твое, да вселяется нас обильно, со всякой премудростью Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух, аминь Господи, благослови Мы с вами переходим в толкование на откровение Диана Богослова Третий том толкования, страница 734 остановились И прочитали мы откровение 22 глава Первый и второй стихи Второй еще не дочитали в толковании Я напомню, о чем здесь идет речь Что нам говорит Господь через своего возлюбленного апостола Иоанна И показал мне чистую реку воды жизни Светлую, как кристалл Исходящую от престола Бога Иоаннца Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки Древо жизни Двенадцать раз приносящие плоды Дающие на каждый месяц плод свой И листья дерева для исцеления народов И вот страница 734 Толкование По ту и по другую сторону реки древо жизни Эти слова можно понимать двояко Либо надо действительно понимать Как одно древо По ту и по другую сторону реки И тогда мы снова сталкиваемся Со сверхразумностью Ибо разум не может Не помыслить Не представить такое Это вроде тайны троицы Где одно равно трем Или тайны Боговоплощения Где один и тот же И Бог И человек Будучи в одном лице Христос одновременно И вездесущий Бог И находящийся в определенном месте земли Человек Воистину древо жизни По ту и по другую сторону Можно вообще сказать Что всякий догмат Представляется нашему разуму Антиномично Как синтез тезиса-антитезиса Как древо жизни По ту и по другую сторону Ну то есть единство противоположностей Вот что имеется ввиду Здесь философским языком говорится Это единство противоположностей Можно разуметь и так Что по обеим берегам реки Вдоль золотой улицы города Будут расти многие дерева Желательно следить конечно Текст настолько глубокомысленный И много непонятно Чтобы Господь вас освещал Через все пять органов чувств Зрения, слух Ну обоняние мы там получаем Где в храме там То есть так в церкви сделано Что премудро На все органы чувств воздействия А здесь прежде всего На слух и зрение И мы уже очищаемся Через Слово Божие Ну и чтобы мысли не ускользали Потому что толкование Настолько пространное Если вы первый, второй том читали То бывает толкование краткое Вот я сейчас читаю Целый пакет, пакет стихов А толкование совсем небольшое Ну Блаженный Фетилат На золотоуст опирается А здесь видите Два стиха и сколько И мысли-то теряются Поэтому надо Желательно следить глазами Можно разуметь и так Что по обеим берегам реки Вдоль золотой улицы города Будут расти многие дерева Так понимать можно На основании пророчества Изекииля Изекииля 47.12 У потока По берегам его С той и другой стороны Будут расти всякие дерева В таком случае Выражение древа жизни Употреблено в родовом смысле Как мы иногда говорим Вдоль той реки растет береза Разумение одно Дерево, а много Дерев этого рода То есть в разговорной речи Даже и то так говорит Береза Но не одна, а род Дерево растет Или сосна Как некогда в раю В Эдеме Так и в вечности В Новом Иерусалиме Будет насаждено древо жизни О том, что есть это древо И что значит вкушение от него Смотрите Есть путь истина и жизнь Никто не приходит к Отцу Как только через меня Плоды древа Пречистая плоть Богочеловека Если в стихе 2.7 Было подробно Разъяснено Вкушение от этого древа В земной церкви То теперь мы видим Что в вечности Перейдет это таинственное вкушение Что и в вечность Перейдет это таинственное вкушение Древо жизни Таинственно и неизъяснимо Величественно и благодатно Проходит через Эдем Церковь земную И вечность Через это древо Реально и истинно Тварь соединяется с Творцом Время с вечностью Земля с небом Корни древа В земле Крона возносится к небу От плодов его жизнь Ежемесячное плодоношение Древа Означает обилие Божественной благодати И непрерывность Богообщения людей Через таинственное Вкушение этих плодов Там не будет Греховной зимы Прекращающей благодатную жизнь Там не будет Духовного голода Число 12 Означает как непрерывность Ежемесячно Круглый год Как и число апостолов Не так давно Игнат Тихонович Вышел в нем человек Уже не помню его имя И как раз про числа Эти спрашивал То есть числа Имеют таинственный смысл Божественное Почему 12? Ну 12 апостолов 12 апостолов 12 патриархов 12 колен было Красный Оранжевый Желтый И так далее Все 7 запоминает Это так В 9 классе Легко запомнить Такая словесная формула Такую последовательность Не радует Да Такую последовательность Не радует 7 нот То есть это вот Божественная полнота И 12 так же Вот у Бога Эти числа Некий такой Таинственный смысл Имеют Да 12 месяцев Хотел дополнение Небольшое сделать Мы тут пропустили Маленько Что некоторые Когда беседуешь Некоторые люди Задают вопрос А как это можно понять Что Троица Три в одном Бог Вот некоторые Богословы Берут такое Объяснение Что сравнивают Как солнце То есть Что такое солнце Это три в одном Это ядро Реакция Свет И тепло Все это одно Солнце Так и Бог Три в одном Отец Сын И Дух Святой А все одно Это Бог Вот такое дополнение Все у тебя Это вот Беседа Кирилла Мефодий С Сарацинами Сарацинами Это Арабы Мусульмане И Такой довод Они приводят Но это же Говорят Не три солнца А лучи его И тепло Мы чувствуем Это все От одного солнца Исходит Да Такое есть представление Ну то есть Есть такое Здесь еще слово В толковании Сверх Рассудочно То есть Сверх Что непонятно Разуму А человек Плотской Еще приходилось Мне беседовать Когда я обратился Стал на занятия Только ходить И с одногруппником С одним Ну я На занятия Пригласил О материал Сейчас уже не помню О крещении По-моему Да И разговорились Он говорит Ну так Подумал А я не хочу В будущем Летать В виде Какого-то Сгустка Материи И посмотрел Вверх Ну вот Человек Плотской Так представляет Почему Сгустка Материи Ты же не знаешь Что там будет Что там Господь нам Приготовил Это все Лишь Некий Антропоморфизм И какое Блаженство Счастье Это более Как бы Мирской Слов Блаженство Что мы читаем Толкование Отцов Потому что Сектанты Колобродят Вот Над этой темой Они Толкуют Каждый По-своему И У нас Есть Такое Толкование Мы принимаем Потому что Это в церкви Принято Се Раб Господень Да будет По слову Твоему Или как Раба Но мы Раб Скажем Да И Смиренно Склоним голову Все Вот это Есть И не надо Нам куда-то Вилять И там же Мы вот читали Раньше Тысячелетнее Царство Сколько В связи С этим Заблуждений Что Христос Придет Пришествий До трех Пришествий Где они Это взяли Вымысел Человеческий Ненавижу А закон Твой Люблю То есть Видите Согласов Священного Писания Из Иезеки Иезеки 12 Что древо Оно И там И там Находится Сверхразумно Это непонятно Ну как Для нас В трехмерном Живущем мире Улица И тут И тут Древо Не может Живуть Оно где-то Или там Или там А тут Говорится Что это Сверхразумно Непонятно Теперь Другой подход Что это Просто сказано Род Дерева И то И то Принимается То есть На одно место Столько Толкований И все Они принимаются Если они Не противоречат Конечно Священному Писанию Потому что Все в совокупности Берется Вот эта глубина Познания Слова Божия В православии Для нас Она должна быть Ну явно Видно Если мы читаем Занимаемся И не просто Думаем Ой сколько же Еще читать В Фериде Да слава Благодарения Богу Что отцы церкви Все это И Геннадий Фаст Какой же он Умница Все что это Составил А это Издать Все это Ну Представляете Какое богатство Сейчас Столько отзывов Ну вот Кто Игнать Тихонович Выходит Или пишет Что Просто Восхищение У людей Когда Получили Новый Завет И другие книги Вот брат Владимир Относил Сколько уже Это зимой И Просто Восхищение Восторг Духовный Что это все Получить А раньше Этого ничего Не Мы просто Уже Знаете Приелось Нам А сколько Людей Которые Бродят Умом И не знают Как и что Это объяснить Выдумывать Своим Нам не надо Выдумывать Склониться И все Так Нам Подала Матерь Церковь А кому Церковь Не мать Тому Бог Не отец Не помню Кто это сказал Ну Или Кирилл Ирсалимский Еще кто-то Кому Церковь Не мать Тому Бог Не отец Потому что Церкви Божией Это все Духом Святым Движется И соборы Были И решения Какие-то Что-то там Правила Какие-то Касались Прошлых Там Еретических Движений Сейчас Не нужно А основное Это сохраняется И троекратное Погружение И другие Таинства И многие Другие Так Кто Дополнить Хотел Ну я То что Бог В трех Лицах Это единственное Местописание Прямо указывающее Это 1 Иоанна 5-7 Что Отец Слово И Дух Святой Суть И три Едино Местописание Да Аминь Так Число 12 Продолжаем Дальше Означает Как непрерывность Ежемесячно Круглый год Так и Число Апостолов Благодатные Плоды Древа Жизни Подаются В церкви Через Апостольскую Проповедь И священодействие То есть Какая Благодать Подается Восхищающая Церковь Апостольская Не только В этом веке Но и В будущем Это мы Видим И в 12 основаниях 12 именах 12 вратах Города И в 12 ричном Плодоношении Древа Жизни Но помните Говорится Так же В откровении 24 старца По толкованию 12 апостолов И 12 Пророков Составляет 24 старца 2 по 12 Патриархов И Дальше Блаженные Блаженные Алчущие И жаждущие Правды Ибо они Насытятся Матфея 5 6 Насытятся От древа Жизни Как Как на земле Плоды Плоды Древа Служат Для насыщения А листья Для врачевания Так будет И там Иоанн пишет И листья Дерево Для исцеления Народов Эти слова Нередко Вызывают Недоумение Неужели В будущие веки Будут болезни Страдания И даже Грехи От которых Нужно будет Исцеляться Разумеется Нет Ибо Ясно сказано Ни плача Ни вопли Ни болезней Уже не будет Да и сразу После слов Об исцелении Народов Иоанн дальше Пишет Ничего уже Не будет Проклятого Иные На основании Этих слов Заключают Что и в будущем Веке Будет еще Неравенство Людей Перед Богом Некоторые Будут Мол жить В Новом Иерусалиме Иметь Полное Блаженство А другие Будут жить Только лишь На новой Земле И будут Листьями Древа Жизни Исцеляться Своего Несовершенства И вообще Много Сектанты Создают Сложные Системы Расселения Многие Сектанты Расселение Праведников Расселение В кавычках В Вечности Одни Будут Храмом Бога Другие Будут Жить В Новом Иерусалиме Иные На новой Земле Все Этихи Расплетения И мудрствования Разумеется Не имеют Никакого Основания В Писания В Писании И являются Следствиями Чрезвычайно Путанных И противоречивых Учений Мы уже Видели Что имея Различную Славу В Вечности Все Тем не менее Будут равны Перед Богом Все будут Спасены Новый Иерусалим Средоточие Всей Обновленной Твари Место Престола Божия Церковь Вечности И нельзя Говорить Что одни Будут жить В нем А другие Вне Вне города Ясно сказано Будут Не Несовершенные Спасения Несовершенные А Псы Чародеи И чародеи И любодеи И убийцы 22.15 То есть опять же Все в совокупности Объясняется Сектанское Толкование Берется Одно место А другое Не учитывается И так много Много Раз Много Этих Грубейших Нарушений Грубейших Ошибок Православное Толкование Все в совокупности То есть все сыны То есть все сыны Гиены Не вошедшие В город Вообще Не войдут Вечное блаженство А будут Гиены Новая земля Новое небо Новый Иерусалим Все это будет Одинаково Доступно Всем Достигшим Небесного Ханаана Все места Вечности От новой земли До самого сокровенного До престола Божия Будут доступны Всем Каждый будет иметь Возможность Пребывать везде Тайны бытия Как это Бог знает Ну В священном писании Говорится Что Будут В доме отца Моего бители Много Господь говорит Да И все таки Награда будет Различная Ну Один принес Плод Старичный Другой Шестьдесят Согласно притче Другой Тридцать И так далее Да Вот Поэтому Конечно же Награда Разная Но не будет уже Ни болезней Ни печалей Ни слез Ни воздыханий Вот по этому поводу Я прочитаю стихотворение Семен Яковлевич Нацин Друг мой Брат мой Усталый Страдающий Брат Кто бы ты ни был Не падай душой Пусть неправда И зло Полновластно Царят Над омытой Слезами Землей Пусть разбит И поруган Святой Идеал И струится Невинная Кровь Верь Настанет Пора И погибнет Ваал И вернется На землю Любовь Ни в терновом Венце Ни под гнетом Цепей Ни с крестом На сагбенных Плечах В мир Придет она В силе И славе Своей С ярким Светочем Счастья В руках И не будет На свете Ни слез Ни вражды Ни бескрестных Могил Ни рабов Ни нужды Беспросветной Мертвящей Нужды Ни меча Ни позорных Столбов О мой друг Ни мечта Это светлый Приход Ни пустая Надежда Одна Оглянись Зло вокруг Чересчур уж Гнетет Ночь вокруг Чересчур уж Темна Миру Станет От мук Захлебнется В крови Утомится Безумной Борьбой И поднимет К любви К беззаветной Любви Очи полные Скорбной Мольбой 1880 год Вот такое Пророческое Стихотворение Ну Мы знаем В истории Что Многие хотели Чтобы свобода Равенство Братство Было Но какой Светой Ценой Достигалось Да Господь Даст Вам покоение И нужно Не Совершать Майданы И прочие Эти перевороты То есть Счастье На крови Строить А блаженство Во Христе Во Христе И даже Раб Может быть Свободный В одном Из произведений Он был Рабом Черный И цепями Гремел Я Говорит Я свободный Хирина Дяди Тома Кажется Там Отписано Я свободный Во Христе Во Христа Увером То есть Еще Марцинковский Говорил Что Без Христа И Свобода Тюрьма А во Христе Ты можешь Быть И свободен В тюрьме Дальше Продолжим Слова Об исцелении Народов От листьев Древа Жизни Андрей Кесарийский Объясняет Как тончайшие Превысшие Пресветло Разумение Божественных Судеб Эти листья Будут Во исцеление Неведения Тех народов Которые Стоят Низшими В делании Добродетелей То есть Здесь В этой земной Жизни Народы Болеют Неведением Различными Грехами И слабостями А также И буквально Телесными Болезнями И недугами От всего Этого В будущем Веке Народы Исцеляются Через Листья Древа Жизни Если Питание От плодов Древа Жизни Будет Всегдашним 12 раз В год Новые Плоды То Исцеление Листьями Древа Жизни Будет Одноразовым Событием Однажды Совершится Это Чтобы Навечно Исцелить Народы От всех Их Телесных И душевных Болезней С другой Стороны В этой Земной Жизни Под Исцеляющими Листьями Древа Жизни Можно Разуметь Черным Выделено Большими Буквами Листья Книги Священного Писания От которых Бывает Великое Исцеление Читающим И сколько Свидетельств По этому Поводу Вот От этих Божественных Листьев Книги Священного Писания Исцелений Вспомните Случай Исцелений Вот я читал И не раз Причем Человек Пьющий Ну кто Что только Ему не советует Там и ампулы Это все понятно Там и еще что-то Вот Кто говорит Ну а физически Много работает Дрова и декали Ну даже До смешного Но все равно Его тянет Грех Так имеет Свою Притяжение А верующий По совету Вот охота Сильно выпить Возьми Евангелие Главу Вторую Тоже конечно Нужна волевая Силия Потому что человек Может это И не взять Но насильно Жемил Не будешь Ты сам должен Волевое усилие Сделать И так Говорит У меня была борьба Кое-то время Потом это Отошло Ну то есть Демон отошел Таких случаев Множество С табакокурением Взять Или еще что-то Ну Брат Первую руку Поднял Я хочу Рассказать о себе Что Когда я жил Еще в Караганде И первый раз Библию Мира Преобретимую Библию Купили в магазине Я стал ее читать И этот момент Настолько был яркий Что Бог Открылся Мне То есть Я уверовал Через чтение Библии Вспоминаешь Как это было Внутренняя была жажда Был интерес Трепетно Такое чувство От слова Библия Что Это письмо Бога К нам Людям Что Он нам Говорил Что Он через это Хотел сказать И вот Когда с таким чувством Подходишь Чтению Библии То вот Именно В этот момент И происходят Вот такие Я бы сказал Даже чудеса Бог открывается Вот такой У меня момент Был в жизни То есть Очищение Через Слово Божие Происходит Вы уже Говорит Очищены Через Слово Мое Которое Я проповедовал Вам Вы сказаны Апостолом А к нам Тоже Относится Все Писание Боголыхновенно Относится Каждая черточка Ко мне К моей Душе Каждая Буковка И ветхина Нового Завета Ну еще Примеры Когда Вот Даже Если Вы читали Что-то Вот Помню Еще Был случай В городе Сестра Одна Вот Я говорю Читай Это место Когда Авраам Приносил В жертву Исаака И слезы Текут Прям Вот Ничего Не могу Поделать И она Спрашивает Батюшка А что Это такое Ну это Господь Тебя посетил То есть При чтении Священного Писания Господь Посещает Только Важно С вниманием Читать Именно Со Смирением Потому что Ну я Помню Еще До моего Обращения Я читал Новый Завет Раза Два Наверное И никак Мне не коснулось Почему Вот эта Земля была Твердая Почва Была Неготовая Семя Брошенное При дороге Налетели Птицы Поклевали А когда На занятия Стал ходить 1994 год 14 февраля Первое Занятие Посетил я Вот Брат Алексей Кстати Но он тогда Мне еще был Не братом Я еще не крещеный Брат Алексей Со мной сидел И проходили От Матфея Вторую главу Тогда еще Не было Этих Трехтомников Игнать Тихонич Перепечатал И на основании Блаженного Фефилакта Вел занятия У него все было Подшито Аудитории Тогда были Наполнены Но некая Жажда У народа Была Чего Сейчас К сожалению Не наблюдаешь Но все-таки Местами Где-то есть Пробуждение Я Об этом И хочу Сказать Что У кого-то Еще Есть Дополнение Нет У меня Вопрос Не Мы прошли Такой момент О свободе А мне бы Хотелось Более Раскрыть Его Ты привел Пример Что Из книги Там Небрь трясет Цепями Я свободный То есть Уверовал во Христа И свободу Обрел свободу Вот Об этом моменте Более Раскрыть Что такое Свобода Что дает Уверование Что дает Христос А какой Свободы Ведь он Вроде бы Сидит в цепях Закован В какие-то Обстоятельства Тесные Подвластен Господину Своему А вот Свобода Он радуется Этой свободе Что Вот это За свободу Ну давайте Поактивнее Молодежь Тоже Подключайтесь Что это За Свобода По всей Видимости Это что-то Внутреннее Чувство Греха То есть То что Он узнал Что Христос Его Спаситель Что Он Может избавить Его от грехов Принял Его в свое Сердце Если Он для этого Никогда Не знал Но ведь Грех-то Прощается Тому Кто Знает Что Такой Грех Идет Кается Во грехе А тут Что Человек Не знаю Читал Евангелие Там Случай Обращение К Христу Да Значит Обращение Бежит Шаг И Понятие Греха Знал Само собой То есть Покаяние У него было Поэтому Физическая Несвобода Его никак Не стеснял Апостол Павел Сидел В закованной Цепи И писал Радуйтесь Еще раз Говорю Вам радуйтесь Какое послание Радости Он писал Так Называется Послание Радости Филипийцам Филипийцам Это слово Радость Там Сколько Ты же сидишь Прикованный Ты не можешь Вот так Походить Погулять Как Солженицын Говорит Архипелаг Гулаль Когда Меня Отпустили В ссылку А в ссылке Уже нету За мной Охран Я могу Я могу Подойти Прислониться К березке И плакать Стоять Ну что Вот мы сейчас Ходим Не думаем Об этом Что такое Свобода Когда Он говорил О физической Именно Но он то Потом Уверовал И благословляя Тебя тюрьма Господь Из него Эту словесную Формулу Выжил К березке Прислониться Плакать Стоять Потому что Там в окно Все через это Вот видишь Что вот Игнат Тихонич Прошел А иной Вот с Америки Сейчас я вспомню Последний Или предпоследний Ролик Мы смотрели В тюрьму попал И там Говорит Я церковь Видел Православную И все смотрел А до этого Не ходил в церковь А тут в тюрьме Сидит Вот Тесные обстоятельства А Господь знает Как из нас Из круто Покаяние выбить Так значит Какие-то Тесные обстоятельства Были Что человек Томился этими Что он радуется От Уверования Что Христос Дает другой мир Другое ощущение Другое мировоззрение Увидение мира Это другое Совсем другое Почему человек Радость обретает Значит он был В каком-то рабстве Стесненный Внутренне Какие-то обстоятельства Внешне А тут все это Растворяется И все по-другому Оказывается Мир-то другой Когда ты Появилась надежда Да Надежда Появляется Радость Радость Свободы Возникает Что ты что-то был Имел то Прошлое От которого Ты избавился А то прошлое Тебя тяготило Гнило А тут свобода Да Как фильм Путешествия Пилигрима Это аллегория Поставленная По Джону Буньяну Это видели Он бремя грехов Несет Все это так Представлено Зримо А потом Все это у него Исчезает Какая легкость Легкость Да мы на себе Это можем Вспомнить Когда было Покаяние И Крещение Какая легкость Ну у каждого Может какие-то Свои моменты Но все равно Встреча с Богом Освобождение От этой Тяжести Греха Свобода Во Христе И душа Поет Ликует И когда С родными Встретился Я Ну когда Еще В то время Я уверовал Они то нет Вот кажется Все Объяснить легко Верить во Христа Это же так Все ясно Нет Стена Не понимает С этим С одногруппником Там С другими Знакомыми Стена Не понимает Ну как же Все так ясно Тут говорится Христос умер за нас Он искупитель Он взял Вину На себя Я свободен Вера в него Приношу покаяние Я радуюсь во Христе Непонятно Душа ликует Они Ну это ты Что-то себе Там Возобнил Давай вернемся Говорит Этот же Одногруппник Старый Ну мы там Играли на гитарах Для него Это интересно Я сочинял Пел сам И вдруг Я все это Раз А зачем Мне это Все мирское Оно мне Нужно Я то там Сочинял Мирские песни Вот и Свобода Во Христе Свобода от греха Душа ликует Аллилуйя И лица Уже будут другие Лица Разгладьте Чтоб не спали Только Радость не будет Сбодритесь Маленько Так Еще что Ну А почему Вопрос возникнет С годами Эта радость Теряется Первую любовь Получили И нерадение Проявляем Беспечность Впадаем В согрешение И все И вот А дальше Уживое Что-то плохо И тут плохо Где живешь На самом деле Это вот От внутреннего состояния Зависит У апостола Павла Не было плохо Аллилуйя Радуйтесь Еще раз говорю Радуйтесь И Жизнь подходит К концу Вот То есть Я веру сохранил Течение совершил А теперь У него готов Венец Вот Нам пример Пример Вот этой радости И встречи со Христом И у него Вот эта радость Направлена на небо И он встретится Вот-вот Он ожидает Вот сейчас Сергей Козлов В последние ролики Тоже говорит Я желаю Разрешиться Вот такое состояние Но он 12 лет Видите В каком состоянии Вот тоже пример Физической несвободы А душа Радуется Радуется Славит Господа И говорит Я уже тем не хочу быть И он там В ролике-то Рассказывает Кем он был Он в открытую Это рассказывает Поэтому здесь Ничего такого нет Он Хорошо там Одного побил Чуть ли не убил Человека Он был-то Выше меня Ростом И в плечах-то Пошире Метр девяносто Метр девяносто На восемь сантиметров Выше меня Как Можно сказать Как вышибала Какой-то Его попросили Там одного Проучить Только не убивать И вот он Это совершил Теперь Я понимаю За что я здесь И тем прежним Не хочу быть Вот это Свобода Во Христе А все это Временно Это человек Свободен В тюрьме Во Христе Он понимает Верит Это все Временно Мы тут Странники Пришельцы Говорит Давид И все это Скоротечно И говорит Серафим Саровский Даже комната Наполнена Червями И сто лет Бо они тебя Грызли Возлюбленный Мой Но это Стоит претерпеть Ради той Вечной радости Которая нас ожидает А мы Помаловерю Иногда Ой да так плохо Да есть Хуже еще Людей в Африке Ну это Сектанты Вот они получили Библию Видите какие у них Зубы белые От радости А их там Гонят Убивают Головы режут Это вот Копские Но это наши Братья во Христе Православные И Радость Что мученики На небе Молитвенники За нас И Иоанна Говорит Что видел я Души Обезглавленных Вот это О них и говорится О всех тех Которые были Мучениками И еще и будут Мучениками Вот Время Это последнее Нам надо Молодежь Нам надо Брать Это знамя Священного Писания Любить его И заниматься Им Вот И привлекать Молодежь Как бы то Как бы то ни было Пока Пока они с нами Пока они рядом Еще Вроде как Они чем-то Другим Занимаются Все равно Семя Там есть Все равно Не знают Кому Обратиться В тесных Обстоятельствах Я смотрю Тут Появляются Уже тут В Корченске Ну Они потеряются Но уже Радостно Так Смотрю Уже Другие Еще пока Не даст Бог может Придут Потому что Бог знает Что будет Через год Начнется Такое Майдан В нашей стране Уже Говорят об этом Пророчествуют Что Даже пророчествуют Да Можно так сказать Что миллионы Будут погибших Это не как На Украине Еще будет И Господь Мы понимаем Это Господь Это по грехам Народа Дает И когда Вспомните Опять же Слово Божие Вспомните Там Ниневе Когда была Разрушена И возрадовался Говорит о Ниневе Так она же Разрушена А Бог Покарал Поначалу Они каялись Когда пророк Иона Был А потом Возрадовался Ниневе Услышал Что она разрушена Когда Книга Товита Это в конце сказано Чего же Он возрадовался Но люди же гибли Так Божье правосудие Совершилось Понимаете Человека верующего И на бытие Он по другому мыслит Так еще что Я хотел Мысль такая пришла Что Радость возникает От того Что душа Которая ищет Выход Из вот этих Стесненных обстоятельств Каких-то Угнетенных мыслей Она вкушает Эту любовь Христову Отчего она и радуется Что Конечно Та любовь Наполняет его Эту душу Это что-то другое Свет Христов Да То что мир не может дать Мир не может Этого дать Отдает вот именно Христос Через чтение Библии Через исполнение заповедей Через стремление К нему И эта радость Просто необъяснимая И это вот радость Первой встречи с Богом Она Та движущая сила На последующую жизнь Христианскую Что именно Вспоминая То мы постоянно Взгревали в себе Этот дар И постоянно Побуждали себя К христианской жизни Не опускали руки Я вот с детьми Со своими беседой То в Корченах Сейчас Ну и задаю вопрос Говорю Вы вот Чувствуете разницу Между потеряешься И Корченом Они говорят Да конечно Чувствую То есть То что они здесь Получили Это дает в них Плоды Понимание А вот Ася Мне говорит Меня вот даже Иногда тянет Потеряет То есть я бы Хотел бы здесь Но там вот Одно здесь Другое Но все равно Вот я вижу И так мне радостно Что у них есть Эти семена Что они получили здесь Вот Дают такие Плоды Добрые А та семья Добрые воспоминания Она где-то в первом В втором классе была Я иду в теплицу Она за мной Как хвостик А что это вы делаете Да вот сейчас Буду тут Рассада А можно я с вами Конечно можно Но ребенок Интересуется Вот он Чистый лист Пиши на нем Что хочешь А куда вы пошли Да Она говорила А можно с вами И вот как хвостик Ну то и мама Это спросилась Да мама Меня отпустила Все вот так Вот это вот доброе Какая-то доброта И привязанность Именно Привязанность даже Ну как-то к божественному Вот тогда Это проявлялось Не знаю Как сейчас Она же благовестницей была Да Она благовестницей была Но я спрашиваю Тася Ты молишься Она говорит Да Я постоянно молюсь И она так это серьезно Сказала Постоянно Вот это так радует Меня Что может быть Впоследствии Так что Баба Плакать И слезы Не напрасно Наше воздыхание Слезы Кажется Он ничего не делается Делается Терпением вашим Спасайте души ваши Это для них Очень полезно Терпением вашим Так Ну продолжим Сейчас мы Стих дочитаем Толкование Андрей Кесарийский Дает еще Другое значение Древа жизни Плодов и листьев Он пишет Река Она паяет Насажденных При ней Святых Названных Древом жизни По образу Древа жизни Христа Этому особенно Будет соответствовать Мысль о том Что Деревья было Много Дерев Но все они Одного рода О таком блаженном Муже пел Святой Давид И будет он Как дерево Посажено При потоках вод Которое приносит Плод свой Во время свое И лист Которого не вянет Святой Давид Говорит здесь О тех Признаках Святого человека Древо При потоке воды При потоке Воды Плоды Листья При потоке воды Плоды Листья Андрей Кесарийский Пишет так Древо жизни Двенадцать апостолов По причине Их причастия Истинного Древа жизни Плоды Их суть Принесшие Стократный Плод Листья Шестикратный Народы Тридцатикратный Листья Может быть Шестидесятикратные А здесь Шесть Нолик Наверное пропущен Да По смыслу По разным Плодам И слава Будет Разная То что Древо В единственном Числе Говорит О единстве Святых Сопребывания И разумения Единодушие То есть Как часто У нас Единодушие Даже по малым Каким-то вопросам Да Не хватает А там Полностью Единомыслие Будет Единодушие Единство Так Последние Страницы Писания Завершается Учение Его первых Страниц О реке Древе Плодах И листьях Рая Изнанные Из рая Возвращаются В него Потерянные Возмещаются С торицей Слава Богу Аллилуйя Как толкование Как заканчивается Аллилуйя То говорят О, ты какой-то Сектант Так говоришь Причем Сектант Вы послушайте Отца Даниила Вот мы Позавчера Кажется Слушали Запись Где он выступал На какой-то конференции К молодежи Речь Минут 18-19 Его речь Побуждает Побуждает Ну идти на Благовестие Побуждает Читать Писание Побуждает Познать Господа Он зажигает Этой речью Да не просто речь Проповедь На основании Библии Сколько мест Он приводит Ну я не считал Но думаю Мест 20 Он там привел В Священном Писании Ну речь Проповедь Игната Тихонича Также Побуждает Измениться Человек То есть Это люди Которые Жили И живут В Духе Святом И они К нам близки Так Ну Дополнение Первый Второй Стих Толкования Мы Прочитали Вчера Было Какое у нас Событие День Победы Людям Такое Такого Не было Еще в истории Такой парад Сделали 16 тысяч Солдат Столько техники С трех частей Это все состояло Первые Солдаты Прошли Воины Солдаты Офицеры И так далее Вторая Значит По времени Это уже меньше Было Бронетехника А третья Уже Вертолеты Самолеты Летели Ну Я стал Размышлять Не просто Что Посмотреть Ой Новый танк И все Ну Понятно Это Юношам Детям Даже Интересно Я сам Иногда Тоже В детстве Увлекался Танки Какие там Это все Техника Интересная А стал Размышлять На основании Слова Божьего К чему Это ведет Смотрели Вы хоть Немножко Что-то Нет Смотрели Ну Какие у вас Мысли Баммели Что у вас Через Призму Священного Писания Так Можно Сказать Да так И нужно Взявший меч Отмечай Погромче Взявший меч Отмечай Погибнет Взявший меч Отмечай Погибнет Есть такие слова Да Да Еще что Такое оружие Против человека Страшно Смотришь Все Думаешь Ну Такие мысли Что Столько оружия Сейчас И вот Столько информации Проходит Что Промышленность Работает Работает Столько Продает Что сейчас Россия Занимает Второе место В мире По продаже Оружия Вне Государства На миллиарды А первое Занимает место Это Америка Ясно Что В какой-то момент Все это оружие Заговорит И Государства Сейчас Очень сильно Вооружаются Все Притом все И Проводят Исследования Вводят Какие-то Новые виды Оружия То есть Идет Какая-то Такая Тихая Гонка Вооружения То есть К чему-то Готовятся Понятно Что Сейчас Президент Путин Он Такую Политику Ведет Не нападение А защита Защита Государства От вне Нападения Но ведь Это же может Все это в один момент Поменяться И то оружие Которое Заговорит на защиту Оно может Заговорить На наоборот На нападение То есть Это все Дело Такое Поменяется Президент Поменяется Идеология И все это По-другому Будет выражаться Да Я Ну еще Есть что-то У кого-то Нет Стал размышлять И вспомнил Слове Божием Говорится о том Как Давид дал Приказание Своему Начальнику Исчислить Сколько У него Воинов Это Первая книга Паралипоменон 21 глава Ну Исчислинул А Оказывается Господь Говорит Через пророка Ты согрешил А в чем же Грех заключался Ну давайте Эту главу Прочитаю И мы Соотнесем Это С нашим Временем Первая Паралипоменон Учитесь Выговаривать Паралипоменон 21 глава И восстал Садонана Израиля И возбудил Давида Сделать Счисление Израильтян И сказал Давид Иоаву И начальствующим В народе Пойдите Исчислите Израильтян От Версавии До Дана И представьте Мне Чтоб Я знал Число Их И сказал Иоав Да умножит Господь Народ Свой Во сто раз Против того Сколько Есть Его Не все Ли они Господин Мой царь Рабы Господина Моего Для чего же требует Всего Господин Мой Чтобы Вменилось Это Вину Израилю Но царское Слово Превозмогло Иоава И пошел Иоав И обошел Всего Израиля И пришел Русалим И подал Иоав Давиду Список Народной Переписи И было Всех Израильтян Тысяча Тысяч И сто Тысяч Мужей Обнажающих Меч Иудеев Миллиард Триста Слышный Миллион А левитов Вене Аменян Он не исчислял Между ними Потому что Царское слово Противно было Иоаву И неугодно было В очах Божии И он Поразил Израиля И сказал Давид Богу Весьма Согрешил Я Что сделал Это И ныне Прости Вину Раба Твоего Ибо Я поступил Очень Безрассудно И говорил Господь Гаду Прозорлицу Давидову И сказал Пойди И скажи Давиду Так Говорит Господь Три наказания Я предлагаю Тебе Избери себе Одно из них И я пошлю Его на тебя И пришел Гад Давиду И сказал Так Говорит Господь Избирай Себе Или Три года Голод Или Три месяца Будешь Ты Преследуем Неприятелями Твоими И меч Врагов Твоих Будет Досягать До тебя Или Три дня Меч Господень И язва На земле И ангел Господень Истребляющий Во всех Пределах Израиля И так Рассмотри Что мне Отвечать Пославшему Меня С словом И сказал Давид Гаду Тяжело Мне очень Но пусть Лучше Впаду В руки Господа Ибо Весьма Велико Милосердие Его Только Бы не Впасть Мне В руки Человеческие И послал Господь Язву На Израиля И умерло Израильтян Семьдесят Тысяч Человек Для сравнения Павлов С двадцать Тысяч Когда были Там На Благовестии Интересовались Вот Три С лишним Три Павлов Павлов Полегу И послал Бог Ангела В Иерусалим Чтобы Истреблять Его И когда Он начал Истреблять Увидел Господь И пожалел О семь бедствий И сказал Ангелу Истребителю Довольно Теперь Опусти руку Твою Ангел же Господень Стоял Тогда Над Гумном Орны Ивусиянина И поднял Давид Глаза Свои И увидел Ангела Господня Стоящего Между землей И небом С обнаженным В руке Его мечом Простертым На Иерусалим И пал Давид И старейшины Покрытые Вретищем На лица Свои И сказал Давид Богу Не я ли велел Исчислить народ Я согрешил Я сделал Зло А эти Овцы Что сделали Господи Боже мой Да будет Рука Твоя На мне И на доме Отца моего А не на народе Твоем Чтобы погубить Его И ангел Господень Сказал Гаду Чтобы тот Сказал Давиду Пусть Давид Придет И поставит Жертвенник Господу На гумне Орны И Ивусиянина И пошел Давид По слову Гада Который Он говорил Именем Господнем Орна Обратился Увидел Ангела И четыре Сына его С ним Скрылись Орна Молотил Тогда Пшеницу И пришел Давид Корни Орна Взглянув И увидев Давида Вышел Из гумна И поклонился Давиду Лицем До земли И сказал Давид Орне Отдай мне Место Под гумно Я построю На нем Жертвенник Господу За настоящую Цену Отдай мне Его Чтобы прекратилось Истребление Народа И сказал Орна Давиду Возьми Себе Пусть Делает Господин Мой Царь Что ему Угодно Вот я Отдаю И волов На всесожжение И молотильные Орудия На дрова И пшеницу На приношение Все это Отдаю Даром И сказал Царь Давид Орне Нет Я хочу Купить У тебя За настоящую Цену Ибо Не стану Я Приносить Твоей Собственности Господу Не буду Приносить Во всесожжение Взятого Даром И дал Давид Орне За это Место Шестьсот Сиклей Золота Это Большая Слово В тем временах И соорудил Там Давид Жертвенник Господу И вознес Всесожжение Мирные Жертвы И призвал Господа И он услышал Его Послав Огонь С неба На жертвенник Всесожжения И сказал Господь Ангелу Возврати Меч Твой В ножны Его В это Время Давид Видя Что Господь Услышал Его На Гумне Орна Ему Сиянина Принес Там Жертву Скини же Господня Которую Сделал Моисей В пустыне И жертвенник Всесожжения Находились В то время На высоте В Гаваоне И не мог Давид Пойти туда Чтобы взыскать Бога Потому что Устрашен был Мечом Ангела Господня Вот такая Глава Полностью 21 глава Видите На что Давид Понадеялся Вот у меня По нашему Сейчас Танки Армата Ярсы Чего только Там нет Проводили Самолеты Их Белый Лебедь Ту-160 Называет Да еще М Есть модернизированные Буква М Они Самолеты Облетают Вокруг земного шара Ну конечно Заправляются Сверхзвуковые Бомбардировщики Тяжелые Ну там Хвалят с этим Что ни у кого Такого нет И диктор Говорит Диктор такой Ну Левитана Помните Ну ясно Что там подбирает Не такой Как вот Учитель сельский Там звучит Такой голос Аналогов В мире Не имеет Не имеет Ну и что Из этого Грех То Вот В чем Заключается Вы на эти силу Надеетесь А на Бога Что творится В стране Сегодня Или вчера Или Игнат Тихонович Выставил ролик Вот Об этих Пчелках В кавычки Там Пляска была В Оренбурге Развратная Пляска И буквально Это всю страну Может быть Кто слышал Новости В Новосибирске Тоже Этот был Спектакль Поставлен Или опера Или что-то Там Такое И там Вот Это Непристойные Сцены Где Христа Изображали Крест И у Этого Директора Исключили Как Понялось Там Общественность Ну и Сейчас Ну и Как Они Пляшут Это Изображение Просто Акта Полового Больше Ничего Нет А Плясали Дети Дети Там Лет 15-16 Наверное Вот Такие Какой-то Такой Станциемальный Пжох Пчелки Винни-Пух Здесь Безобидный Стоит Ну его Нарядили И вот Они Пчелки Развратницы Бегают Ну это Растление Поколение Это Понятно Вот И там Игнат Тихонович По Писанию Это Говорит Все Вот Видите Как Надежда Не на Бога А на Свои Силы И Как Это Все На Страну Влияет Давид То Выбрал Что Милосердие Божие Не Стащилось Есть Такой Стих Священного Писания Милосердие Это Океан Он Выбрал Это Три Дня А Там Три Года Было Кази Три Месяца И Господь Может И Нас Насил Своего Оружия Да Могу Дополнить Много У Серахова 5.8 Так Сказано Не Откладывай Со дня На День Как Там Обращение Да Именно Обращение Человека Ну И Даже Там Смысл Подразумевается Еще Многие Люди Начинают Защищать Господа Бога Как Вот И Друзья Пришли И Начали За Господа Бога Левновать Защиту Многие Люди Говорят Бог Никого Не Наказывает Я Со Многими Людьми Встречался Даже Женщина С одной Автобусе Начал Другие Девушкам Свидетельствовать Об Аде Вечных Мучений А Она Нет Никакого Наказания Ты Зачем Лжешь Бог Никого Не Наказывает Бог Есть Любовь И Все Перебило Я На ее Переключился А эти Девушки Отвернулись Вот И К чему Я еще Говорю Что Вот Это Место Писания Первое Паралепоменон 21 глава Доказательство Как раз Того Что Бог Наказывает Притом Там 70 тысяч Но Люди Еще Как Говорят Невинные Души Умерли А На самом деле Господь Каждого Знает Внутреннее Состояние Человека За Что Этот Человек Умирал Эти 70 Тысяч Мы Не Знаем Тоже Может Пришел Час Когда Господь Решил Подвести Черту Под Этим Жизнь У них У этих Людей Может Кто-то И на Небо Взошел Ну Как Говорят Тогда Еще Не Было Этого Присуденные Места Все Сходили Но Господь Каждую Жизнь Знал Написано У Серахов В 10 Главе Написано Господь Истребляет Целые Народы Городых Именно А Наслаждает Смиренные То Бог Несет Наказание Кого Говорят Люблю Тех Обечаю И Наказываю Да Не надейтесь На силу Коня Еще Псалмопевца Сказано Это тоже Не надейтесь На силу Коня А вот Оружие Самое Сильное Действие Пост И молитва Колено Преклонение Кто пост Проходит Вот с таким Оружием Тот чувствует Что К концу Поста Ну Легкость Души Да и тело Тоже Чувствует И Златоуст Говорит Не радуйся Что Половина Поста Прошло А радуйся Что Половина Грехов Убыла Да Я еще Небольшое Дополняю К посту Именно Я Как-то В том Году Читал Неплюев Есть Такой Николай Николаевич Это Жил В 19 Веке Да Я помню 19 Начало 20 Это Ленин Это На Украине У него Община Своя Была Православная Ленина Да он Я Когда Начал Первый Том Читать Читаю Книга Первая И У него Духовный Уровень Был Намного Выше И Меня Чувствую До того Как Пост Начался Великий Не Вмещается И Молитва И Все Я Начал На Одном Дыхании Считать Его Книгу На Дыхом Он Связан Насколько Это Сильно Даже В Чесении Божеств Каких-то Книг Поучительных Ну Вот Так Вот Такие Мысли У меня Были Конечно Много Других Мест Можно Помните Луки 9 Глава Ученики Господа И Сам Господь Шли И Там Не Приняли В Селине Самарянском Господи Ну Позволь Мы Сейчас Скажем Мы Градом Ну По-нашему Градом Долбанем Поэтому Донбасс Ничего В Самаре Не будет Так Не Знаете Какого Вы Духа Ибо Сын Человеческий Пришел Не Губить Души Человеческие А Спасать Спасать Ну И Вспомните Еще Один Момент О Гедеоне Это Судей 7 Глава Когда Господь Выбрал Всего 300 Человек Которые Могли Сокрушить Врага Не числом У Бога А они Были Такие Люди Которые Не выпустили Оружие Из рук Подойди К воде Попить Оружие Они в руках Держали Вот этих Достаточно Все Ну Вот я Подумал Нам нужно Только не 300 Воинов А Благовестников 100 У нас Ну 100 Конечно У нас Нет Это Я так Уже Говорю Там В Барнаульской Общине Здесь Немножко И Еще 200 И Чтоб Всю Россию Мы Заквасили Заквасили 300 Нам достаточно Это будет Так Самых Активных Вы Послушайте Отца Даниила Олег 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 Стеняев Он Я Недавно Его Биографию Читал Как он И Он Когда Стал изучать Священное Писание Ну Именно Такое От Бога Призвание Есть Человек Конечно Этот талант Надо развивать И спросить Некоторые Просто Зарывают Свой талант И Он С удивлением Обнаружил Что Сектанты Не могут Ответить На Вопросы Именно По Библии Вроде Они знают Но Когда Копни Поглубже Все Знания Завершились И Он Начал Уже Возрастать Беседовать Больше Больше И Дальше По Всему Миру Поехал Интересный Человек Вот Он Пожалуй Сейчас У нас В России Единственное Кто Четко По Писанию Ну Отца Даниила Нет Он Вечность Ушел Я Между А Они Так Вдвоем Друзья Кстати Были Что Птица Слетается В Подобном Себе И Он Доводы Четко Именно По Библии Которого 66 Книг Они Принимают Сейчас Сектанты Есть Уже 77 Принимают То есть По Вся Адвентирство Уже Троицу То Так Десять Лет Назад Не Было Сейчас Уже Так То есть Есть Нечто Зловещее Неуловимое Вот Так Вот Я Хотел Наполнение Сделать Об этом Месте Который Воинов Выбрали По Каким Качеством Воинов Выбрали Господь Что Некоторые Воины Становились На колени И пытались Воду Пить Откладывали Оружие А эти Воины Именно По Особому Пили Лакали Как Псы Да Они Оружие Не Выпускали Были На Пределе Таком Взведенные Все Готовые Бодрствовали Бодрствовали Да То же Самое В христианстве Господь Избирает Тех Кто Именно Бодрствует Кто Готов К этому Благовестию Кто Желает Этого Кто Как Воин Да Ну Часто Можно Слышать Брат Говорит Я Был Неречистый Молился И Господь Даровал Он Сильно Желал Чтобы С людьми Научиться Беседу В школе Мы Все Учились Я Например Доски Выхожу Стихотворение Выучу Все Утром Повторю Приду В школу И все Смотрят На меня И на Четыре Ну почему На четыре Я же Все Дома Хорошо Рассказывал Ну вот Так А другой Там На пять Свободно Таких Были Такие Артисты Они еще Голос Меняют Так вот Как с людьми Беседовать Иной Раз у нас Таланты Мы даже Не знаем Какие Могут Быть Нужно И спросить Даже Может Ты Перед Аудиторией Не скажешь Но Одному Человеку Можешь Сказать Засвидетельствовать Ты же Радость Эту Пережил Радость Встречи Со Христом Радость Освобождения От греховного Гнета Бремени Поэтому Как же Не рассказать Даже Визиточку Дать Пригласить На наш Сайт На канал Люди Находят Истину Сектанты Обращаются Это же Чудо Божье В наших Глазах Совершается Да Пожалуйста Я хотел Еще Дополнение Сделать Я себя Вспоминаю Когда Руку положили В чтицы Уже взрослых В годах Дяденька Такой Отец И когда Стоишь спиной Читаешь Одно А когда Лицом Поворачиваешься Ко всем Начинаешь Проповедь Читать Или Евангелие Что это Совсем По другому Но это Со временем Все уходит Проходит Когда ты Начинаешь Отрабатывать Речь Когда ты Что-то Делаешь Это Меняется Все На этом Не надо Станавливаться Надо Идти Идти Вперед Говорить Людям И тогда Что-то Получится Да Вот Братья Чтицы Даже Поучение Найти Красиво Сказано Не выходите Я уже Два Стал Через Одну Волам Мослицу Которая Иногда Спящая Бывает А что Почему Одно Поучение Ну-ка Два Читай Ну Братья Спят Ну А ты Что Ну Я Давайте Буду Я Читаю Надо И конечно Это тоже Ревновать Это же Тоже Пища Духовная И что-то Все равно Западет Вот Златоуст Как-то Мнение Было Он Раньше Здесь Был Потом Уехал Ой Это Непонятно И все Ну Позвольте О чем Златоуст Будем Стилизовать Или что Делать Читать Как Есть И именно Стихи Писания По Синодальному Переводу Все Так И Детям Так же Какое Семя Западет И прорастет Мы об этом И говорили В самом начале Занятия Что может Что-то И будет Как он Себя Вот сейчас Такой Такой Не проявлять Никих признаков Дальше Может быть Начнет Дышать Дышать А то Лежит Как Мертвец Сегодня Уже Подходили Футбол Просились Играть Я так Про себя Подумал На занятия Сходили А потом Вы Футболили И играли Сначала Сначала Занятия Прошли Но я говорю Я не могу Я сейчас Там Готовлюсь Чтобы Пойти Здесь Им Открыть Мяч Дать Я не Пошел Занят Я думаю Футбол Можно Поиграть Но ты Сначала Господу Посвяти Сегодня День Воскресный Посвяти На изучение Священного Писания И незримо Как в притче От Марка 4 глава Как колос Растет И не знает Царство Небесное Подобно Человеку Посеявшее Семя Но он же Не знает Какие там Процессы Мы сейчас По биологии Изучали По химии Углеводы Но не знали Тогда И в то время Так и незримо Царствие Божие Растет Влады Конечно Будут Проявляться Не надо Думать Что он Будет Таким Дерзким А там Может У него Царство Божие Растет Нет Уже Смирение Кротость Как Читаешь Жития Святых Это Избрание Божие Избранное Божие У него Тяга Больше Не к играм Была К уединению Про кого-то Читаешь А те бегают Играют Там Свои у них Футболы Были Ну Там Ничего Греховного Нет Нет Ничего Но Вот Уже Избрание Божие Так Ну Уже Надо Сколько Времени У нас Два Два Часа Вот Все О войне Много Говорят Да 70 лет Ну Нигде Ну Угнать Ихнич Только Это Можно В книгах Найти У него В книгах Там Богатство Богатство Мысли Божественной Потому что На основе Писания За что Нам Эта Война Ведь Никто Не Скажет 70 лет Победа За что Как Некий Бич Божий И Диктор Говорит От Коричневой Чумы У меня Сразу Такая Мысль А Как Мальчик Бежит Из ГУЛАГа Он Помогает Бежать Офицер Наши Когда Освободили Европу От Немцев Они Насадили Коммунизм ГУЛАГ Начался В Болгарии И Мальчик Родился В зоне Вырос В зоне А Этот Офицер Он Любил Его Маму Я не знаю Как Сейчас Уже Не помню Как Получилось Что Мать Его В другой Стране И Он Помог Офицер Бежать Мальчик И Он Через Всю Европу Практически Бежал Не умел Улыбаться Ну что Он В лагере Видел Вот Его В Италии Встречают Когда Он Булочнику Нашел Можно Хлеб А тот Уже Полицейских Вызывает И В другом Месте Он Ходит А ты Говорит Не умеешь Улыбаться Пресвятая Екатерина Или Кто Святая Богородица Он Обращался Да Он Не умеет Улыбаться Этот мальчик А Елизавета Елизавета Святая Елизавета Он Улыбаться Не умеет Вот И Насадили Другую Чего Коммунистического Об этом Тоже Не говорят Понимаете Недосказанность Это Не полная Картина Конечно Что такое Война Это Мы Даже Смотрели Сюжеты В Донбассе И Читали Об этом Я Хочу Стихотворение Как раз О войне Прочитать Скажи За что Боролись Наши Деды И Ты Поймешь Чем Нужно Дорожить Какой Ценой Досталась Им Победа И Можно Ли Победу Оценить Спроси Им Пожилого Ветерана О чем Сейчас Болит Его Душа Война Незаживающая Рана Друзья Разве Кончилась Она Из Года В год Мы Празднуем Победу Провозглашая Славу Тем Бойцам Кто Жив Еще И тем Кого Уж Нету Кто Жизнь Свою Сменил На счастье Нам Но Вы В глаза Как следует Взгляните Сидящего В медалях Старика И В этом Взгляде Пристально Прочтите Вопрос А разве Кончилась Война Года Идут Но Войны Не Проходят И Стонет Наша Матушка Земля Когда Людей Истерзанных Хоронит Оплакивая Черствия Сердца Когда Не Не Побежден Говорит Говорит 1700 Километра Это Любой Фильм Посмотришь О войне Как Это Страшно Люди Гибли Массами За что Гибли За родину За Сталина Кричали Некоторые Верующие Воевали Вот Пример Дедушка Ваш Александр Иванович Пожалуйста И может 25 Там Дали За Исповедание Веры Ну Там Амнистия Была Всего Несколько Лет Настолько Твердый Человек Он При Рокоссовском Сейчас Памятник Рокоссовском Где-то Поставили То ли В Москве Там Еще Медведев Что Маршал Этот Был Известный Такой Талантливый Так скажем Потому К войне У нас Отношение Какое Что Нет Нам Конечно Оружие Брать Нельзя Однозначно А вот Оружие Это Библия Причем Оно 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 Против Всех Против Евреев С Любовью Не то Что Против Я Сейчас Врежу А с Любовью И Правильно Благовествовать И правильно Жить И умирать За Христа Вот это Вот у нас Должно быть И для нас И для детей наших Мы должны В этом Воспитывать Как Життя Святых Читает Что Мать Воспитывала Как Климента Анкирского Будь Мучеником За Христа Будь Мучеником Это Ее Такие Слова Были Последние Когда Она Умирала И Наставление Давала И вот Он Стал Детишек Этих Языческих Обихаживать До крещения Доводить А Когда Вырос Его Стали Пытать И 28 Или 29 Лет Под пытками Господь Его Снова Восстанавливал При Рождественных Императорах Невообразимо Так Никто Не Страдал И В Там Какой То Определенный Момент А Апостол Павел Тоже Там Вообще Как Римскому Гражданину Голову Секли Его Не Могли На Крест Если Б Он Был Не Римский Гражданин Тогда Бы Как Петра Распяли А Это 28 Лет Страданий За Христа То Удивительный Пример С Богом Все Можно Преодолеть И Вот Сейчас Такое Время Что Было Очень Близко Близко Для России Урок Для России Война Перед Дверью Рядом Стоит Мы Беспечно Живем Мы Отвергли Христа Слово Божье Заменили Своим Прям Наглядный Урок Вот Она Под Боком Нет Опять Оружие Ура Кричим А Мы С братом Как То Говорили Что Вот Так Кто Запел Наш День Победы Христос Воскрес Христос Воскрес Там На Трибуне Ну Это Воображение Не мешает Что Все Подхватили Это А Какое Мелодия Ну Там Военных Лет Ну И Лица Литеран Показывает Какие Лица У них К Христу Главное Чтобы Они Пришли На Закате Их Господь Еще Даровал Столько Прошли Войну И Прошли Такие Страдания И Вот Они Здесь В Москве Сидят Там Много Было Кажется Две Тысячи С лишним Объявили Приглашено Вот Ко Христу На Закате Своих Не Пришли Сколько Вы Горя Повидали Господь Вас Сохранил Все Таки Для Такого Момент Чтобы Покаялись Не Просто Так Дни Продлили Чтоб Вы Медали Одели Да Это Подвиг Да Но Не Ради Христа А Сейчас Все Мешает И Опирается На Слова Филарета В календаре Ко мне Написано Кто Именно Душу Свою Положит На Войне Оборонительной Ну Так Священная Война Называет Тот Все Будет Спасенный То есть Будет Убивать Врага И Вот Так Все Смешали Бей Врага Там Отечество Его фраза Знаменитая Это Великий Соблазн Подал Нет У апостола Павла Это Нигде Вот Так Вот Опять же У нас Христиан На Основании Евангелия У нас Иной Взгляд На Такие Такие Вот Моменты Это Радость Конечно Когда Была Победа Там Радость Ликование Но Сейчас Победа День Победы Вот Он Парад Когда Мы Проходим Крестный Ход Вот Он Настоящий Парад Так В кавычках Сказать И Поем Христос Воскрес Какая Радость Небыкновенная Победа Над Смертью Над Грехом Вот Он Парад Оружие Дьявольские Сокрушены Смертью Смерть Попрал А Все Ищут Какое-то Оружие Действительно Разошлось По всему Миру Это Калашников Сколько Горя У меня Письмо В интернете Я его Находил То ли Он Написал То ли Кто-то От его Имени Покаянное Патриарху Что Вот Это Мое Изобретение Сколько Беды Людям Принесло Надо Духовно Рассуждать И Один Писатель Пишет О России Что Вот У нас Вот Страна Наша Нефть Газ И Автомат Калашника Вот Наши символы Ну Конечно Утрирует Нас И не только И медведь Еще У нас И тайга Но Мы Патриоты Отечества Небесного Туда Зовем Людей И Сами Туда Стрим Это Все Временно Империи Были Рушились Когда Рим Пал 476 Год Современники Описывали С ужасом Пал Великий Город Который Покорял Всю Вселенную Тогда Цивилизованную 476 Год Считается Конец Древнего Мира Вот Исаак Сейчас Как раз Историю Закончил Он уже И Начинается История Средних Веков Так Условно Падение Было И Царь Града Константинополя 1453 Год Это Уже Восточная Империя Римская Византия Стала Называться Больше Тысячи лет Существовала Поэтому Россия Россия Склонись Перед Богом Склонись Перед Богом Твоим Есть песня Такая Забыла Россия Бога Сколько Сейчас Ну вот Мне сообщение Пришло Что Батюшка Сетует Один Я Говорит Повенчал Одну пару Она Красавица Там Все Благочестиво Ну как В его понимании Он где-то Там Работает В какой-то Фирме На следующий День Пошли Она Говорит Аборт Сделала Я Говорит Плакался Да кого Что Венчал Батюшка И вот Православные Статистика Такая Есть Очень много Детей Убивают Ну они Не православные Это просто По названию И священники В этом разе Не виновны Патриарх И говорит Игнат Тихович Присылал Его слова Что Мы Он где-то Выступал На Ипорхиальном Собрании В Москве Что ли Что мы Говорит Пастыри Не виновны В том Что в стране Творится Его прям Слова И дальше Перечисляет Что уровень Преступности Высокий И разводы И так далее Слава тебе Господи Хоть Может Господь Коснулся Его сердца Действительно Хоть сказать Об этом Надо Будет ли Что делаться Или нет Поэтому Она и победа И в то же Время Чуть ли не плачешь Что Люди Направляются К Богу Вот По этим Плодам И видно Сколько Узаконен Где-то Убийства Сколько Разврата Вот Эти Вот Видео Такие Посещения Огромные Но Людям Нравится Это Какой-то Ветренник Будет Проповедовать О Секере Да Вот Тогда Все Будут Смотреть Эти Моменты И слушать Этого Ветренника Вот Они Плясали Эти Пчелки Нам То Что Нам Надо Чтобы Наши Дети Были Христиан По-христиански Воспитаны Благочестивы Вот И там Дальше Игнать Тихонич Приводит Том 12 Вопрос 2713 О танцах И о музыке Вообще Вот Ну Запишите Потому что У нас разговор Был Как-то Я с девочками Разговаривал У них Было Почему Танцы Ну Медленно Можно И там Все это Раскрывается Он Приводит Том 12 Старобрядца Одного Причем Он Написал Старобрядич 1915 Год Тогда К чему Эти все Танцы Ну Затауз Прямо Говорит Что Танец Соченый Разрат А медленный А там И о медленно Все говорится И зачастую Тогда В царской Россию Он В 15 Году Это писал Чем Это Заканчивалось Блудом Плясали Медленные Балы Все А там Уже Молодая Пара Уже Сатана Слепил Все Вот Так Это Все Жизнь Без Бога И не Жизнь Амита А с Господом Всегда Радостно И Радостно Пообщаться И Бог Нам Дает Такое Время Еще Мирное Слава Благодарение Богу Аллилуйя Аминь Давайте Поблагодарим Бога Благодарим Бога Благодарим 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 Чистая Дева Радуйся И Пакий Реку Радуйся Твой Сын Воскресе Три Дневи Нат Гроба И Мертвая Возвель Новые Людей Веселитесь Светися Светися Новый Иерусалим Слава Богу, Господи, на Тебе, Россия, Легу дни и веселись на сегодня, Ты же чистая, красуся, Богородица, А встани Рождество Твое. Господи, благодарим Тебя за это тихое мирное время, за этот дивный воскресный день, за то, что Ты нас собрал здесь, за то, что мы слышим Слово Твое Святое Вечное. Господи, приготовь нас к исходу из этой жизни, чтобы в вечности пребывать с Тобою. Благослови пастыря нашего протерея Иоакима, сохрани его, Господи, и Никита, и всех направляющихся, Господи, к всему месту для крещения в тихих водах. Благослови, направи их сюда, Господи. Открой путь спасения тем, которые ищут жажду, те, которые еще не ищут, Господи. Направи их к покаянию, ибо сейчас последнее время, как Ты говоришь нам через своих святых апостолов. Благослови наших детей, дар им страха Твоего веры и послушания, любви к Тебе и к ближним, Господи, чтобы души их не погибли в вечности среди этого развращенного погибающего мира. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец и Сын, и Святой Бог. Аминь.